Дорогие мои подписчики, дорогие гости моего канала. Я рада вас приветствовать, рада вас видеть. Спасибо, что заглянули ко мне и смотрите этот ролик. Меня зовут Людмила Батакова. Я сегодня хочу вам рассказать о новинках в моей косметичке. И это будет люкс. И начать хочу с кушона. Может быть с кушона. Не знаю, как правильно удаление ставить, но этот кушон меня удивил. Огромный большой производитель Кореи. И вы знаете, я раньше никогда не пользовалась кушонами, потому что я не знаю, почему-то как-то не срослось. Даже не могу вам сказать, почему. Но на этот у меня были очень большие надежды. Почему? Сейчас объясню. Ну, во-первых, кушон это такая тональная основа, которая скрывает недостатки кожи и еще обладает ухаживающими свойствами, защитными и увлажняющими. Для меня это очень актуально, потому что, ну я вам частенько говорю, да, что у меня частенько, кстати, тоже бывает воспаление в нижней части лица. И как назло, знаете, закон подлости. Как только мне нужно записывать ролик, обязательно в этот, в этот день обязательно меня разрисуют по полной программе. И дело не в том, чтобы просто замаскировать эти недостатки кожи. А дело в том, что когда есть такие воспаления, косметикой декоративной вообще не рекомендуется пользоваться. Но есть косметика, которая позволяет еще и подсушивать воспаление и их лечить. Поэтому я возлагала действительно огромные надежды на этот кушон, и он справился. Большой, красивый. Открываем. Еще защитную пленку с зеркальца не сняла. Вот такой большой спонж. Он, кстати, в себя практически не впитывает. Средство. Открываем. Открываем, и мы видим три цвета. Да, 60% это бежевое покрытие. Оно выравнивает кожу без скатывания, без комочков. Увлажняет, смягчает кожу. И что самое главное в таких случаях, когда мы говорим о практически идеальном макияже, да, прекрасно перекрывает все недостатки кожи и даже все воспаления, при этом работая с ними даже как ухаживающее средство. Дальше здесь 20% розовой эссенции. Вот эта вот розовая часть. Это для увлажнения кожи. Кожа увлажняется и сохраняет вот эту влагу внутри. А еще есть белая эссенция. 20% здесь именно этой белой эссенции, она наполняет кожу сиянием. Кожа становится такая, в общем, подчеркнуто красивая. Каково же было мое удивление, когда я впервые попробовала на себе. Я делаю одно нажатие, одно прикосновение. И прямо вот в этой же точке, где у меня есть какая-то покрестность кожи, воспаление, оно исчезает. Я беру этот кушон и иду к своему косметологу. И подхожу и говорю, смотрите, говорю, чего у меня есть. Говорю, корейский кушон. Большой, красивый. Я точно так же открыла, он трехцветный. Мой косметолог говорит, никогда я такого не видела. А вы помните, она у меня очень продвинутая, она знает очень-очень много информации и много где вращается в каких кругах. И я точно так же беру, промакиваю, прикладываю и нету моего воспаления. Она говорит, вот это да, а еще я прикладываю еще с другой стороны. Один, одно нажатие и воспаление не видно. И при всем при этом, действительно, когда я снимаю весь макияж, все мои воспаления подсушены и залечены. То есть они, их становится меньше. То есть абсолютно лечебный, прекрасно перекрывает. В общем, если уж удивлена, восхищена моя косметолог, это, честно говоря, что-то дозначит. Если пользоваться просто как зеркальцем, очень большое зеркало, в которое действительно видно все лицо, и прическу поправить, и макияж. И вот этот вот спонж, он не впитывает практически в себя тональное средство, да, вот весь этот состав. То есть он ставится сверху, и при нажатии он отдает обратно коже то, что он в себя впитал. Я не знаю, на какое количество времени мне его хватит, но пока я даже отказалась от своего Шанель и перешла только на него, потому что он лечит, да, и тонирует очень хорошо. И необходимо его очень-очень мало, да, и залечивает мои какие-то высыпания и ранки. Он очень классный. А следующее, что я хочу вам показать, это рассыпчатая пудра Laura Mercier. Этот косметический бренд назван в честь основательницы Laura Mercier. Надо сказать, что этот бренд, он представлен в 24 странах мира и пользуется огромной популярностью. Laura Mercier создала когда-то свою линию косметики для того, чтобы подчеркнуть естественную красоту женщины и чтобы достичь безупречного макияжа. И вот сие тонкое-тонкое покрытие этой рассыпчатой пудры, оно невидимое, практически невидимое пудра. Здесь действительно настолько мелкая, что я даже не знаю, с чем это сравнить. Это такая тончайшая-тончайшая пыль, еле заметная. Да, у меня она белого такого цвета, но на лице она практически не остается. Есть одна тонкость. Ее нельзя наносить как обычную пудру, взять там чем-то промокнуть и нанести. Она так не смотрится. Я даже читала в отзывах, очень многие говорили, что нет, она как-то, ну, что-то не то. Какими-то комками ложится. Ее нужно брать или веерной кисточкой, или такой очень-очень пушистой кисточкой, чуть-чуть макнуть, сдуть и вот такими-то легкими движениями провести по лицу. Буквально легкими. Она схватится там, где нужно схватиться, на всем лице. Она сделает кожу матовой. И она очень долго держит вот эту вот матовость лица и такую естественность. Она не мешает абсолютно, но она очень добавляет такой естественности и красоты в макияж. Написано, что эту пудру, вот я думала, когда я покупала, что летом, когда лицо поблескивает от жары, можно нанести просто эту пудру и отправиться куда надо. Нет, так вот прям на неподготовленное лицо, да, без тонального крема не рекомендуется ее наносить. Я не знаю, честно говоря, почему, но все-таки летом попробую, поэкспериментирую. Может быть, коже тяжело. Ну, в общем, она не чувствуется, она легкая, она воздушная, она тонкая, ультратонкая. Эта красотка меня тоже удивила. А следующая моя косметичка, это помада блеск Dior. Это интересная помада, этот интересный флакон. Ты достаешь из огромного флакона такая тонкая, изящная помада. И когда ты ее выкручиваешь, уже видно, что она имеет такой блеск и сияние. Особенные, наносишь на губы, она мягкая, нежная, очень естественный цвет. Я люблю блестящие помады. В принципе, вообще тренд уже 2020 года. Это такие лаковые, блестящие помады, такие сочные, свежие губы. И вот именно с этим, с этой помадой блеском можно достичь такого эффекта. Они, конечно, представлены в разных цветах. Я покупала его в аэропорту, в дьюти-фри. Мне хотелось ничего-то яркого, но чего-то такого в этой помаде, где я могу ее одну нанести. Это будет просто легкий блеск, эффект сочных губ. Если с карандашом, это уже даст эффект некой помады. Вот вы часто меня спрашиваете, что у меня на губах. Да чего только у меня там нет. Это всегда сочетание, соединение чего-то с чем-то. Причем помада может быть всегда одна и та же. Либо еще, чем хорошая эта помада, ее можно нанести поверх какой-то. Допустим, мы берем яркую, такую сочную помаду. И если сверху нанести несколько слоев, вот именно Dior, вот эта коллекция, то получается более мягкий цвет и такой увлажненный. В общем, вариантов миллион. Губы мягкие. Вот если вы хотите, чтобы губки были мягкие, такие сочные, как будто бы вы нанесли самый супер-пупер ухаживающий бальзам, это этот блеск еще и с таким эффектом. Здесь есть алоэ вера, он увлажняет губы 24 часа. 24 часа я не хожу, конечно, с ним. Ну, так пишет производитель, я склонна ему верить. 5 масел и пчелиный воск. Губки мягкие. И производитель даже нам говорит, что у него стойкость 8 часов. Обеду или ужинаю уходит небольшой блеск. Вот этот самый яркий блеск уходит, но помада все равно на губах остается. Может, я аккуратно ел. В общем, эта красотка мне понравилась очень-очень. И я очень довольна тем, что в моей косметичке появилась вот эта помада от Dior. Ну, а следующее и последнее. Я не могу вам сказать, насколько это люкс или не люкс. Я покупала эту помаду в магазине Нунибар. Но вы уже знаете, я очень люблю этот магазин японский. И это японский бренд Flaw Fushi. Ну, это новинки моей косметички. Но почему я отнесла ее к люксу? Вы знаете, она великолепна. А фишка вот этой помады, ну, хотя больше все-таки это блеск, да, в том, что при нанесении на губы помада нагревает губы до температуры 38 градусов. И когда ты наносишь, даже когда я забываю об ее таком эффекте, ну, в принципе, я пользуюсь ей чаще всего, нужно выскочить на улицу, как защитный бальзам. Накрасила губы и пошла. Слегка цвет есть и блеск есть, и ухаживаешь за губами. И вот когда я забываю об его эффекте, я чувствую, что у меня губы нагреваются. Немножко-немножко нагреваются температурой 38 градусов. И губы становятся как бы немножечко более пухлыми, и идет их ухаживающий эффект. И это очень красиво, естественно, выглядит. Можно без карандаша, без чего-то там еще просто нанесли, и губки очень свеженькие. Смотрите, он выпускается в пяти оттенках. Hot Coral Orange, это оранжевый коралл, это для бледных и слабо пигментированных губ. Плюс три есть еще Vivid Coral Pink, это розовый коралл для слабо пигментированных губ тоже. Baby Pink, это нежный розовый. Еще есть Clear Crystal, это прозрачный блеск для губ, он придает такое жемчужинное сияние. И еще есть минус два, это Cool Ice Green, это прозрачный зеленый, он приглушает излишнюю красноту губ. Когда губы воспаленные, или когда они очень красные. У меня как раз таки плюс три, плюс три это Vivid Coral Pink, то есть розовый коралл для слабо пигментированных губ. Не могу сказать, что у меня губы прям слабо пигментированные, но из всего вот этого, из всей этой пятерки, я подумала, что он подойдет мне больше всего. И так оно и есть. Действительно, очень хороший, очень мягкий, очень нежный, естественно лежит на губах. И вот это вот состояние твое, когда чувствуешь, что губки, вы понимаете, губы не становятся ни горячим, ничего, но ты чувствуешь, что они чуть-чуть нагреваются. Вот эта вот изящная легкая припухлость, это красота, плюс ухаживающие свойства. Ну вот такая она сегодняшняя моя четверка новинок моей косметички. Я очень была рада с вами этой информацией поделиться. Обязательно напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего и что бы вы себе купили. Конечно же, все ссылки я оставлю внизу в инфобоксе, в описании. Сейчас расскажу вам. Для тех, кто смотрит это видео на компьютере, вам нужно просто нажать под этим видео на слово «Еще» и откроется полностью описание, где вы найдете в том числе и ссылки на все продукты, о которых я говорила. Если вы смотрите на телефоне или на планшете, то рядом с названием есть такая галочка, треугольничек носиком вниз. Вы нажимаете на него и тоже выпадает это меню, где все полностью описание и в том числе вы найдете ссылки, где можно купить эти продукты, о которых я говорила. А на сегодня все, дорогие мои. Если вам этот ролик понравился, поддержите ему пальчиками вверх. Обязательно пишите в комментариях, что бы вы для себя купили. Если чем-то из того, что я рассказала, вы пользовались, тоже напишите, как вам, как ваши ощущения. Ну, а я рада была вас видеть. И на эту ближайшую неделю я желаю вам всего самого хорошего, крепчайшего вам здоровья, терпения, выдержки. Знаете, что, как говорил царь Соломон, все проходит и это пройдет. И плохое проходит, и хорошее. Жизнь, она циклична. Ну, а мы с вами что делаем? Мы радуемся жизни, обязательно дарим этому миру любовь. И мир ответит нам обязательно тем же, той же энергией. Очень была рада с вами повстречаться. Всего вам самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok